Уважаемые коллеги, Заяра Григорьевна в своем рассказе об Анатолии Юрьевича Барышникове сказала, что его учителем был профессор Новиков. Это хорошо известный в России советский, белорусский ученый. Я не его родственник, но жизнь сложилась таким образом, что я у Андрея Юрьевича был в ряду его учеников первым докторантом, первым человеком, который защитил докторскую при его участии, при его консультировании, проще говоря, руководстве. И после того, как была защищена вот эта докторская диссертация, касающаяся моноклональных антител, стал вопрос о том, чем заниматься дальше. Мы с Анатолием Юрьевичем сели, подумали и пришли к заключению, что имеет смысл заняться новым направлением, связанным с изучением растворимых форм мембранных антигенов клеток иммунной системы. Провести такое исследование стало возможным благодаря тому, что в лаборатории Анатолием Юрьевича были получены моноклональные антитела, много разных моноклональных антител, которые, начиная с 90-х годов, начали использоваться в самых разных направлениях иммунологических. В первую очередь для иммунофенотипирования клеток. Кроме этого, эти же антитела разрабатывались как иммунотерапевтические препараты. И эти разработки существуют и в настоящее время. Эти же антитела, а вернее гибридомы, продуцирующие антитела, явились основой для разработки генноинженерных терапевтических монокональных антител. И вот еще одним направлением явилось изучение уже не мембранных форм дифференцировочных антигенов, а изучение растворимых форм дифференцировочных антигенов и молекул гистосовместимости. В настоящее время их известно порядка 400 классифицированных на международных воркшопах порядка 400 различных молекул, присутствующих на поверхности клеток иммунной системы. Это так называемая система СИДИ. И среди этих 400 наименований примерно где-то треть, как в настоящее время понятно, имеет не только мембранную форму, но и растворимую форму. Возможно, на самом деле их еще больше, но просто это то, что известно. На этом слайде я привел первые полсотни дифференцировочных молекул и немножко молекул гистосовместимости. К красным показаны молекулы, для которых известно существование их растворимых изоформ наряду с мембранными, а звездочки – это обозначение антигенов, против которых Анатолием Юрьевичем были получены моноклональные антитела, что дало возможность для развертывания работ по исследованию структуры пула растворимых дифференцировочных молекул по исследованию функциональной роли части из таких молекул. Образование растворимых форм идет двумя основными путями. Первый путь – это протолитическое срезание молекул с поверхности клетки. Срезание является строго регулируемым процессом. Долгое время считали, что это сброс никому не нужных молекул, что это что-то вроде мусора. На самом деле это образование иммунорегуляторных белковых молекул, которые участвуют в регуляции иммунной системы и образуют, по сути дела, целый класс, мы его называем пул регуляторных молекул, которые по своему функциональному назначению подобны цитокинам. Здесь даже существует некое перекрывание. Часть цитокинов называют и растворимыми дифференцировочными молекулами. Второй путь – это альтернативный сплайсинг матричной РНК. То есть это направленное формирование именно растворимой формы молекулы. Чаще всего это происходит наряду с формированием мембранной формы. И, по сути дела, одновременно образуются и растворимые, и мембранные формы. Каждая из них выполняет свою функцию в иммунном ответе. Результатом этих двух процессов является формирование пула растворимых дифференцировочных молекул и молекул гистосовместимости, которые по своей организации могут быть как мономерами, то есть отдельными белковыми молекулами, так и разного рода олигомерами. Олигомерами, которые могут быть диимерами, тримерами, более сложными структурами. Схематично это вы видите на данном слайде. Кроме мономерных и олигомерных форм, возможно существование так называемых ассоциатов, комплексов, которые подобны тем структурам, которые образуются при взаимодействии клеток между собой в выходе иммунного ответа. И одной из самых простых версий образования таких комплексов является обычное срезание этих молекул с поверхности клеток. Вот как, например, показано на данном слайде, когда в выходе взаимодействия двух клеток и последующей активации Т-лимфоцитов необходимо последующее расхождение клеток. И для того, чтобы клетки благополучно разошлись и процесс пошел дальше, нужно, чтобы было каким-то образом разрешено взаимодействие между белковыми молекулами, формирующими мостики. И вот один из путей устранения контактов является срезание части молекул с поверхности клеток. И поскольку на поверхности клеток белки редко взаимодействуют по одному, они работают крупными белковыми ансамблями, вот такими же ансамблями они могут выходить и в микроокружение. И при этом такие белки сохраняют свою функцию в отношении связывания леганда. Эта функция может модулироваться, то есть сила взаимодействия может изменяться, но активный центр, обеспечивающий взаимодействие с легантом, как правило, сохраняется. И вот это сохранение активного центра приводит к иммуномодулирующему эффекту. При этом каждая мембранная молекула может быть неким прототипом для формирования целой серии самых разных растворимых форм этой же молекулы. Вот если на примере всем хорошо известного фазантигена посмотреть, то мы видим, что фазантиген выходит в раствор благодаря и шейдингу, и благодаря альтернативному сплайсингу маточной РНК с последующей секрецией растворимых форм. Но растворимые формы фазантигена при этом разные. Есть формы, которые обладают достаточно близкой к структуре мембранной формы. Есть формы, которые обладают усеченной структурой. В составе таких белковых молекул может быть только один домен, который обеспечивает взаимодействие с фаз-легантом, например. В одном случае происходит просто срезание с поверхности клетки, в другом случае за счет альтернативного сплайсинга маточной РНК образуются различные формы трансфоримого фазантигена. И эти формы могут быть как мономерными, так и олигомерными. То есть возникает достаточно большое разнообразие структур, и эти структуры могут выполнять разные функции, что усложняет достаточно серьезную ситуацию. Используя моноклональные антитела серии ЭКО, антитела Анатолия Юрьевича Барышникова, мы разработали ряд методических подходов, с помощью которых смогли определять трансфоримые формы целого ряда молекул дифференцировочных. У вас здесь показан перечень не всех, правда, трансфоримых дифференцировочных молекул. смогли определять олигомерные фракции этих молекул, а также ассоциаты молекул, плавающих в межклеточном пространстве. Функция вот такой достаточно разнообразной популяции белковых молекул также может различаться. Имеется два варианта, по сути дела, функциональной нагрузки таких белковых молекул. Первый вариант, наиболее часто встречающийся, это ингибирование процессов, которые идут на уровне межклеточных взаимодействий. Чаще всего это блокада процессов адгезии, блокада активации клеток. Но в зависимости от природы растворимой молекулы ингибирование может превращаться в активацию. Например, известные случаи показаны, что молекула ЭКМ-1, являясь растворимым гимером, способна не ингибировать межклеточные взаимодействия, а на мембране – это молекулы межклеточной адгезии. А наоборот, активируют клетки. В то же самое время ЭКМ-1 мономер – это ингибитор процессов межклеточной адгезии. Результатом исследований явилось понимание того, что растворимые дифференцировочные молекулы и молекулы гистосовместимости – это еще один класс, еще одна группа факторов, которые участвуют в работе иммунной системы, и была построена вот такая модель глобальной иммунологической сети, которая, конечно, не включает все ее компоненты, но основное, что здесь хотелось бы продемонстрировать, это присутствие растворимых форм мембранных антигенов клеток иммунной системы в общей сумме действующих лиц глобальной иммунологической сети. Как же конкретно могут работать растворимые дифференцировочные молекулы? Если в качестве примера посмотреть на молекулы фаз, то здесь мы можем увидеть опять все то же самое многообразие действия. Во-первых, наличие растворимых молекул фаз может просто-напросто мешать взаимодействию фаз с фаз-легандом, в результате чего нарушаются апоптотические процессы. Нарушаются – это, скорее всего, некорректный термин – модулируются. В то же самое время в зависимости от наноструктурной формы растворимого фаз, фаз может по-разному воздействовать на клетку положительную по фаз-леганду, то есть на телемфоциты. Если растворимый фаз является тримером, то его взаимодействие с мембранным фаз-легандом может приводить к гибели Т-клетки. Гибели Т-клетки – это тоже супрессия иммунного ответа, но уже другого характера. Показано, что растворимый фаз может встраиваться в структуру тримеров, формируемых мембранными молекулами, и это тоже нарушает взаимодействие Т-клетки и фаз-положительные клетки-мишени. На самом деле ситуация еще сложнее, и сложность это связана с тем, что за счет альтернативного сплайсинга фаз-антиген может давать несколько растворимых форм, доминирующую форму и несколько еще минорных форм, которые, как считается, как предполагается, обладают регуляторной функцией. И вот эта функция, в свою очередь, влияет на ситуацию, связанную с работой системы фаз-леганд. Было построено несколько моделей работы растворимых дифференцировочных молекул и молекул гистосовместимости, в частности, вот эта модель, которая демонстрирует, каким образом действуют растворимые молекулы Ашеля первого класса, которые тоже сходят с поверхностей клеток. И вот это взаимодействие опосредовано системой фаз-элеганд. Модель, которая демонстрирует роль растворимого CD38 в поступлении клеток к опухолевым узлам. В качестве практического применения тех данных, которые были получены, можно привести методы мониторинга, связанного с оценкой успешности полихимиотерапии, основанной на определении уровня растворимых дифференцировочных молекул. Здесь показаны все те же молекулы фаз, но подобные данные получены для CD38. Это я пролистываю, тоже, тоже. Ну и, наконец, последние данные, которые, кстати говоря, обсуждались с Анатолием Юрьевичем Барышниковым за неделю до его ухода. Это данные по изучению пулы растворимых дифференцировочных молекул при онкогинекологических заболеваниях. В заболеваниях тут приведены некоторые просто-напросто цифровые данные, которые позволили выделить факторы благоприятного прогноза у больных с опухолями шейки и тела матки. И здесь, если вчитаться, на что нет времени, то можно увидеть, что здесь перемежаются показатели, которые демонстрируют уровень суммарных форм растворимых дифференцировочных молекул и олигомерных форм растворимых дифференцировочных молекул. Все эти формы несут мониторинговую значимость. Это коллектив, который на разных этапах участвовал в данной работе. Ну и на этом спасибо за внимание. Аплодисменты. У нас один вопрос.